ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. Ну вот классический пример. Ветроповал. Безусловно, такие растения, такие деревья надо убирать. Здесь вариантов нет. Поломанных ветром деревьев, как это береза, в корабельной роще немало, отмечает эксперт-эколог Владимир Плюснин. Поэтому, говорит, важно привести эту парковую зону в порядок. На днях на сайте госзакупок был размещен тендер. Администрация Первуральска ищет подрядчика, который займется благоустройством корабельной рощи. Стартовая стоимость работ около 65 миллионов рублей. Почти сразу же пост на эту тему появился и в паблике сообщества урбанистов. Изучив документацию, активисты выяснили, в ходе работ вырубят около сотни деревьев и забили тревогу. Зеленые насаждения нужно сохранить. Как уверяет Владимир Плюснин, если вырубки санитарные, это дело нужное и правильное. Правда, только тогда, когда все компенсировано. С лесоповалом у нас все хорошо. То есть, когда надо что-то рубить, рубиться с удовольствием. А вот высадки новых зеленых насаждений здесь есть проблемы. Как показывает наш опыт 2015 года, когда мы проводили инвентаризацию фонда зеленых насаждений центральной части города, сокращение площади зеленой кроны на 20%. Это много. Согласно техническому заданию, подрядчик приступит к работам уже 1 января следующего года. А планов много. В роще должны появиться прогулочные и велодорожки, детские площадки, зона для выгула собак и даже танцпол. Сегодня, признаются горожане, пока сложно представить рощу такой. Я недавно здесь живу, но поражаюсь, в каком ужасном состоянии находится Первоуральск. Скамеечки есть, место для выгула собак есть. Почему весной мы не можем пройти по дорожкам, потому что они все в фекалии собачьи. Люди по дорожкам гуляют. Ну, конечно, благоустроить надо, потому что тут очень много ходит с собачками гуляет, дети гуляют, бегают. Некоторые спортсмены, им тоже надо бы, наверное, может какие-нибудь тут хорошенькие тротуарчики сделать. План благоустройства рощи – это хорошо, но нужно общее понимание развития города, отмечает общественник и эксперт-эколог Владимир Плюснин. Мы бы хотели видеть концепцию развития зеленений и благоустройства города. Пока что мы видим, как берутся какие-то куски. Ну и надеемся, что сам проект благоустройства будет представлен самой широкой публике и наиболее грамотные, взвешенные замечания, предложения будут учтены. В администрации Первоуральска рассказать подробнее о планах благоустройства корабельной рощи и о вырубках зеленых насаждений пообещали позже. Кристина Сепьева и Владимир Махмутов, Интера ТВ